Здравствуйте! Вы смотрите новости Самары на телеканале ТЭРА в студии Алексей Елхимов. Информационная картина дня глазами журналистов нашей телекомпании. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...выявлено в Самарской области за минувшие сутки. Жертвами заболевания стали еще 15 человек. Таким образом, общее их число достигло 1677. Такие данные в 12 часов 20 минут опубликовал Федеральный оперативный штаб. Всего с начала пандемии COVID-19 обнаружили у 62 977 жителей региона. 60 123 выздоровели. Из них 97 за последние 24 часа. В целом, по России за последние сутки выявлено 8 380 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 392 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 349 человек. В четверг каждый желающий самарец мог пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ. В наш город прибыли участники проекта «Тест для победы». О том, почему важно не пренебрегать подобными процедурами, расскажет Александр Кочетов. Ежегодно, каждое третье воскресенье мая, в мире отмечается Международный день памяти умерших от СПИДа. В этом году он пришелся на 16 мая. Специально к этой дате и был приурочен старт второго этапа проекта «Тест для победы». Его проводит благотворительная организация «Новый век» из Татарстана. В рамках проекта специальная передвижная лаборатория посетит несколько регионов страны, для того, чтобы их жители смогли бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. В среду специалисты прибыли в Самару. По словам экспертов, данные акции для нашего региона особенно важны. По данным, на конец прошлого года в регионе болело около 1% населения. По этому показателю область входила в десятку субъектов с самой сложной ситуацией. «Самарская область – это регион, который имеет высокую распространенность ВИЧ-инфекции. Поэтому каждый житель нашего региона должен знать свой ВИЧ-статус и тестироваться ежегодно. В течение года у нас будут проведено 20 выездов в разные территории Самарской области». Сам тест-мобиль оборудован всем необходимым и укомплектован специалистами. Процедура проходит на анонимной основе. Результаты анализа готовятся в течение пяти минут. По словам медиков, в самом тестировании нет ничего страшного. Важно заставить себя пройти ее впервые. Для многих людей это первое тестирование в жизни. Именно сейчас они преодолеют психологический барьер и поймут, что мир не перевернулся от того, что они прошли тест на ВИЧ. И потом они уже спокойно, регулярно будут в рамках именно культуры здоровья, грамотного понимания здорового образа жизни регулярно тестироваться на ВИЧ. Стоит отметить, что в рамках первого этапа проекта «Тест для победы» свое здоровье проверили около 6 тысяч человек. Выявлено 15 граждан с предварительно положительным результатом. Их направили в медучреждение для дальнейшего обследования. Арбитражный управляющий Тольяттинской птицефабрики обратился в арбитражный суд Самарской области с иском о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего гендиректора предприятия. Соответствующее сообщение появилось на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Задолженность организации перед кредиторами сегодня достигает 1 миллиарда рублей. Как утверждают юристы, руководители должника обычно привлекают к ответственности за выявление фактов сомнительных сделок. Проблемы в компании начались в 2016 году, который она закончила с убытком около 320 миллионов. В Самарской области потратят 5 миллионов 750 тысяч рублей на наручные часы, говорится на портале госзакупок. Поставщика сувенирной продукции ищет Департамент управления делами губернатора и правительства региона. Согласно техзаданию, за указанную сумму планируют получить 2300 часов. Речь идет о гаджетах символика региона в подарочном футляре. Тип механизма кварцевые, трехстрелочные, на батарейках с максимальным сроком службы 3 года. Часы должны быть выполнены в едином молодежном универсальном стиле, подходящие как юношам, так и девушкам. Стальной корпус цвет серебро, ремешки темно-синие и белые. О других событиях в нашей рубрике «Новости» короткой строкой. В Госдуме предложили привлечь к охране школ Росгвардию. С таким обращением в правительство обратилась одна из думских фракций. Сегодня большинство школ страны охраняется ЧОПами. Как правило, это сотрудники предпенсионного и даже пенсионного возраста, что не очень эффективно, аргументируют депутаты. Все задачи по обеспечению безопасности школ нужно перепоручить Росгвардии. И родители не должны скидываться на охрану, ведь безопасность не должна зависеть от доходов людей. Инициатива по усилению охраны школ появилась после стрельбы в Казанской школе, в результате которой погибли 9 человек, включая семерых учеников. Правительство Самарской области скорректировало объемы программы «Комфортная городская среда». Ее финансирование на 2021 год увеличилось на 20 миллионов, до 1 миллиарда 390 миллионов рублей. Говорится в постановлении регионального Кабмина. Этого удалось достигнуть за счет соразмерного увеличения поступлений из облбюджета с 297 до 317 миллионов. Согласно документу, 156 миллионов будет направлено муниципалитетом на реализацию проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания КГС. Из этих денег 79 миллионов получит Нефтегорский район, 55 миллионов Октябрьск, 22 миллиона Кинель. На пляже Самары после снижения уровня воды в Волге начнут завозить песок, раздевалки и зонты, информирует мэрия города. В 2021 году, как и в прошлые годы, в областном центре обустроят 8 официальных городских пляжей. Все они будут на Волге. Три под набережной, еще пять в других частях города. На Красной Глинке, под санаторием Можайский, спусками с Барбошиной Поляны, улицы Советской Армии и Загородного парка. Там будут работать спасатели, установят все необходимое пляжное оборудование. Официальный купальный сезон в городе традиционно стартует в середине июня. По итогам апреля в России было продано 152 тысячи новых автомобилей, что почти в три раза больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает Ассоциация Европейского бизнеса. Совокупный объем продаж за 4 месяца на 24% превысил прошлогодний, но он оказался на 4,5% ниже результата января-апреля 2019 года. Автоваз в прошлом месяце реализовал 38 тысяч машин, что превышает показатель апреля 2020 года на 304%. Самой продаваемой моделью продолжает оставаться Лада Гранта – 14 тысяч проданных авто. Веста вторая – около 11 тысяч, третья – Киа-Рио – почти 7 тысяч. Также в топ-5 попали Хюндай Крета и Лада Нива. В Самарской области в 2021 году планируют трудоустроить на лето почти 6700 подростков, сообщает пресс-служба регионального министерства труда, занятости и миграционной политики. В губернии увеличили финансирование на организацию занятости несовершеннолетних на каникулах. В этом году оно составит 7,5 миллионов рублей. Трудоустроенным подросткам полагаются зарплата не ниже мрот и материальная поддержка со стороны службы занятости – 2250 рублей в месяц. Молодые люди от 14 до 17 лет могут стать на лето помощниками садовника, вожатого, воспитателя, рабочими по благоустройству или работниками по документообороту. О том, что заинтересовало самарских пользователей социальных сетей – в нашем эксклюзивном мультимедийном проекте «Новости блогов». В паблике «Черный список Самара» показали сюрреалистичную банковскую картину сухой Самарки. В этом поселке, входящем, между прочим, в состав Кубышевского района Самары, местные жители получают банковские услуги с помощью финансовой автолавки. Как пояснили в комментариях, внутри кабины за решеткой сидит девушка и обслуживает население. Очень противоречивое зрелище, настоящий сюр. Такое впечатление, что вы на машине времени улетели в первую половину 20 века. Весь этот пепелац рассчитан на бабок, которые совсем не умеют пользоваться банкоматами и по-совковому привыкли ходить к тетке, выдающей пенсию и получку, принимающей квартплату. Многие бабульки до сих пор деньги на сберкнижку кладут, на настоящую, бумажную, как в молодые годы. Про онлайн, электронные кабинеты, мобильные приложения и прочие современные нано-прибомбасы здесь лучше даже не заикаться. Вот такой особый целевой клиент тут проживает. На Сухой Самарке старики особый контингент. Многие 50 лет оттрабанились слесарями, вахтерами, сварщиками и так далее. У многих школьное образование от 3 до 7 классов, ибо это дети войны в большинстве. Работа у них была в основном физическая, не интеллектуальная. Теперь их очень сложно научить новому. Можно биться до бесконечности, но им проще так, как они привыкли. Ну и, конечно же, маленький упрек властям. На Сухой вообще нет никаких банков. Ни Сбера, ни Альфы, ни ВТБ. Ближайшие в Волгаре вроде, а старикам это далеко. С учетом того, что всего одна дорога и два маршрута автобусов, которые битком набиты в часы пик. Блогер Алексей Северкин рассказал, что 11 мая в Троице-Сергиевском храме прошло богослужение в память об ушедших журналистах Самарской губернии. Согласно сложившейся традиции, заложенной Самарским обл. отделением Союза журналистов, служба собрала ветеранов журналистики, а также преподавателей и студентов профильных кафедр самарских вузов. Лития памяти традиционно выпадает на девятый день после Пасхи, в православный праздник Радуница. На сегодняшний день в скорбном списке 488 имен. И для журналистского сообщества это не просто список. За каждым именем стоит личность и достойный путь в профессии. В память о журналистах учреждены ежегодные именные премии имени Иванова, Неверовой и Манойловой. И вот лишь часть имен тех, кого мы потеряли за последние два-три года. Ольга Арианина, Сергей Дьячков, Василий Казак, Валерий Мальков, Александр Эйнман, Сергей Столяров, Максим Ромашов, Ольга Богатова, Наталья Эскина. Светлая память нашим дорогим товарищам. Ежедневная редакция телеканала ТЭРА принимает десятки звонков от телезрителей, и ни одна наша программа не обходится без вашего участия. Совокупная аудитория ТЭРА составляет 400 тысяч человек в сутки. В круглосуточном доступе новости Самары от журналистов нашей компании представлены на сайте trkterra.ru и в наших пабликах социальных сетей. Комментарии горожан на злободневные темы, альтернативную точку зрения, иронию и юмор вы найдете на нашей странице в соцсети Facebook. А наш выпуск на этом завершен. Впереди вас ждет прогноз погоды. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова